Внутри нашей политической системы российской произошло очень много перемен за годы новой России. У нас партии власти мы пережили уже несколько. При этом, если еще про Виктора Степановича Черномырдзина помнят, его друзья-соратники и люди, которые его уважали и любили, то про партию, которую он когда-то возглавлял, уже вообще никто не помнит. Даже шутка «Наш дом Газпром» ушла в прошлое. Поэтому, если партия «Единая Россия» также плавно перетечет во что-то иное и перестанет существовать, ничего трагичного не произойдет. Дело не в названиях, не в шаблонах, а в людях, потому что на самом деле люди никуда не делись. Любой человек, который строит политическую карьеру, он так или иначе всегда идет в каком-то тренде, в каком-то русле. Ведь посмотрите, сейчас огромное количество новых партий, которые зарегистрированы, там фактически нет новых лиц. Это все те же люди, которые когда-то в больших парламентских партиях не сумели выйти на первые роли. Были либо негласными лидерами, либо суп-лидерами, либо лидерами каких-то внутри партийных группировок. Именно эти группировки отошли и стали самостоятельными партиями или движениями на сегодняшний день. Что касается общенародного российского фронта, то первоначальная идея, когда это был формат объединения надпартийного объединения, надобщественного объединения, когда в эти ряды звали вообще все живое, что в России существует, всех пассионарных людей, которым не все равно, как будет развиваться наша страна, когда подразумевалось, что это будет формат пусть очень жесткого такого круглого стола с острыми углами, если хотите, когда каждый отстаивает свою точку зрения, но в этом споре рождалась бы истина и появлялся тот формат, который максимально продвигал бы нашу с вами страну на новый уровень. Мне это было близко и понятно. Сегодня, когда это перерастает в полупартийный формат, я не знаю, примут на съезде общенароссийского народного фронта решение о том, что это станет партией, не примут, но в любом случае для тех партий, которые сегодня вошли туда, если это произойдет, для них это политическое самоубийство, потому что они тогда как партия перестают существовать, они уже вошли в этот фронт. Для тех, кто не вошел, это появление очень сложного конкурента, потому что бороться с монстром, подкрепленным административным ресурсом, это неравное конкурентное условие. Но все это пока невозможно влезть в чужую голову. Я лично не представляю себе, что имели в виду те технологи, которые это затевали. А так вот снаружи, как это было, я вам уже сказала.